Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире интервью с президентом Арменаком Абрамианом. Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана. Сообщение МИД Арцаха. Министры иностранных дел Армении и России обсудили ситуацию в Арцахе. Вслед за мэром Бостона глава города Портланд Кейт Снайдер отменила День памяти Ходжалы и принесла извинения. Старая школа села Мартунинского района Арцаха Нуршен будет реконструирована в жилой дом, а в Кагорце построят 14 новых квартир. Снег горы Арарат начал таять. В этот день в 1897 году родился Сова Монтельерян. На государственном телевидении Западной Армении президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян еще раз упомянул роль и вклад своих соратников, мастера Карока Абабджана и легендарного командоса генерала Аркадия Тертадеосяна как во время Первой Арцахской войны, так и их неоценимую помощь Арцаху во время Третьей войны. Он рассказал о своем путешествии с мастером Кароке Абабджаном, поджигнув тот факт, что благодаря его мастерству они смогли подготовить военных к битве до войны. И именно тогда было создано армянское боевое искусство «Армянский путь», основанное на армянских военных танцах, которому президент Западной Армении тренировал юношей во время войны. Говоря о командосе, он упомянул, что они прошли долгий путь вместе со времен Первой Арцахской войны. И когда президент несколько месяцев назад встретился с командосом, чтобы обсудить ход этой войны и возможные результаты, командос вспомнил также план освобождения Шуши Арменака Абрамяна, который так и не был воплощен в жизнь и который все еще хранится в архивах легендарного командира. Подводя итоги беседы, президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян еще раз выразил соболезнования родным и близким своих соратников и всем армянам. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю годовщины Апрельской войны 2016 года. Армен Пресс представляет заявление о МИД в Арцахе. В апреле 2016 года, нарушая соглашение о полном прекращении боевых действий 1994 года, Азербайджан, используя весь свой военный арсенал, начал широкомасштабное наступление на Республику Арцах, нанося удары как по позициям армии и обороны, так и по гражданской инфраструктуре и приграничным поселениям. Тот факт, что Азербайджан не был осужден международным сообществом за военные преступления, он в последующие годы усилил воинственные устремления, в центре внимания которых стал 2020 год, конкретнее развязывание новой широкомасштабной войны против Арцаха 27 сентября при поддержке Турции и при участии международных террористов. Международное сообщество должно дать решительную оценку продолжающейся агрессивной политике Азербайджана, крайнему пренебрежению международным правом, попыткам отказаться от переговоров по урегулированию Азербайджана-Арцахского конфликта. Единство, проявленное армянским народом во время Апрельской войны и подвиги наших героев навсегда останутся в памяти нашей истории и поколений. Во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, министр иностранных дел Армении Араев Азян подчеркнул необходимость немедленной репортреации армянских военнопленных и заложников, удерживаемых вопреки трехстороннему заявлению. Встреча прошла в рамках Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Как сообщили Ньюсайм в пресс-службе МИД РА, в ходе отдельной беседы главы МИД обсудили широкий круг вопросов, связанных с арцахским конфликтом, в том числе с обострением 2020 года. Обсуждалось выполнение положений соглашения от 9 ноября, а также трехстороннего заявления от 11 января и текущих событий. В этом контексте министр Айвазян подчеркнул необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и заложников, удерживаемых азербайджанской стороной, грубо нарушая обязательства, предусмотренные в трехстороннем заявлении. Мэр Портлэнда Кейт Снайдер в своем заявлении от 1 апреля 2021 года извинилась за объявление Дня памяти Ходжалы и выпущенных муниципалитетом заявлений по соответствующему поводу. После долгих размышлений по поводу предварительно написанного воззвания, озаглавленного День памяти Ходжалы и его последующего выпуска, я решила отменить прокламацию мэра. Я хотел бы подчеркнуть, что ни город Портлэнд, ни я, как его мэр, не намеревались вмешиваться в эти давние разногласия между членами нашего сообщества. Портлэнд Пресс Хэральд освещает этот вопрос своей статьей от 25 февраля 2021 года. Предлагает идеи и мнения с различных точек зрения. Я слышал и общалась со многими членами сообщества Портлэнда, которые поделились своим опытом, чувствами и идеями. Я понимаю, что существуют давние разногласия и конфликты. Тем не менее, я считаю, что в интересах города исключить эту прокламацию из публичного доступа. Точно так же, как мэр Бостона Марти Уорш, заявляя о своем решении отменить аналогичную прокламацию 10 марта 2021 года, я еще раз приношу свои извинения за боли и вред, причиненные этим заявлением, говорится в заявлении мэра. В общей сложности более 1250 зданий в Мартунинском районе Арцаха были повреждены в результате обстрелов во время войны. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс заявил министр градостроительства Республики Арцах Арам Саркисян. Город Мартуны и села района входят в числа наиболее пострадавших населенных пунктов Арцаха. Крупные строительные работы ведутся в городах Мартуны, Тагавард и Кармиршука, которые пострадали больше всего. В частности, в Кармиршука будет построено 150 квартир. В селе Кагарцы Мартунинского района ведется реконструкция 14-квартирного дома. Также изучается бывшее здание школы села Норшен. С целью перестройки в жилое здание добавил министр градостроительства. Касаясь строительства новой резиденции для перемещенных семей в районе общины Астахашена Скиранского района, министр Арам Саркисян сообщил, что параллельно с земляными работами закладывается фундамент частных домов. На вершине гордости Западной Армении, горе высотой 5137 метров Арарат, начал таять снег. Снег, выпавший за последние несколько дней, накрыл большую часть Западной Армении, включая гору Арарат. Гора снова надела свадебное платье. Прекрасный вид Сыгдыра длился неделю, после чего снег начал таять. Сахамон Талерян – участник армянского национально-освободительного движения, армянский мститель, переживший геноцид против армян. Убийца, стрелявший в Тайлят фашу, министра внутренних дел млада турок и главного организатора геноцида против армян. Сахамон Талерян родился в 1897 году в Багаричи, провинции Ерзенка, Западная Армения, где получил начальное образование. Затем он продолжил учебу в Центральном колледже Эрзенджана, который окончил в 1912 году, а затем переехал в Сербию в 1913 году. Во время начала Первой мировой войны он ездил в Армению, где участвовал в волонтерском движении в отряде Андроника. В 1915 году Талерян пережил геноцид, который сильно повлиял на его жизнь. В 1921 году Талерян принял участие в операции партии Дашнактутюн-Немезида, получив задание убить Тайлят фашу, организатора геноцида против армян. 15 марта того же года он застрелил Тайлята на улице Харденберг в районе Шарлотенбург в Берлине, где был арестован. Однако 2 июня 1921 года немецкий суд объявил его невиновным. Защиту Талеряна представляли три адвоката, одним из которых был доктор Теодор Немейер, профессор права Кильского университета, а вторым Адольф фон Гордон, советник по тайным правовым вопросам, и третий Йоханнес Вертауар, юрисконсультант. А правда, Талерян много лет жил в столице Югославии Белграде. После 1945 года он поселился сначала в Марокко, в Касабланке, а затем в США, в Сан-Франциско, где он умер 23 мая 1960 года. Похоронен на армянском кладбище Арарат в Афресно. В память о Талеряне установлен памятник на его могиле в Афресно, в селе Мастаро-Таллинского района и в Ереване. Далее для вас ансамбль Акунг Ахчихором. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok